Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Последнее время очень сильно беспокоит по поводу того, что быстро проходят горы жизни и быстро летит время. Вроде бы ежелеть не ошит и вернуться обратно точно не хотелось. Но осознание того, что уходят лучшие годы, мол, это беззаботное прекрасное время даёт о себе знать. Порой задумаешься об этом, проанализируешь свою жизнь, вспомнишь моменты из прошлого и плакать хочется, ведь ничего не вернёшь. Казалось, ещё вчера с лучшим другом бегали в школу вместе и сидели за одной партой, а сегодня указывает на своя жизнь, проблемы, работу. У друга уже и ребёнок имеется, в общем не знаю как бороться с этим состоянием, иногда прям накрывает до слёз и дрожь. Смотрите, здесь есть несколько важных аспектов. А как мне показалось, я могу быть не прав, конечно. Но мне показалось, что речь здесь идёт о страхе смерти. Если человек боится смерти, он, как правило, чувствует себя несвободным. Если человек боится смерти, то он не живёт. Потому что жизнь и смерть в понимании человека работает таким образом, что, грубо говоря, свято место пусто не бывает. В том смысле, что если человек не живёт, он думает о смерти, а если человек живёт, он не думает о смерти. Ему просто некогда об этом думать. А если говорить ещё точнее, то можно сказать, что человек, который живёт, принимает, как бы, факт наличия смерти, как абсолютно естественного явления, явления. И не борется с ним. Ну, потому что есть какое-то вот, ну, какое-то понимание, может быть, принятие того, что это неизбежно. Только это наступит ровно тогда, когда наступит. Не раньше и не позже. А вот как бы то, о чём говорите вы, то, о чём говорите вы, ну, свидетельствует скорее об обратном. Поэтому здесь такой момент. Но не надо думать, не надо думать, что это единственный момент. Как мне кажется, немаловажную часть того, что вы описываете, в том числе, связана и с тем, что вы не замечаете, как бы, своих изменений. Немаловажную часть того, о чём вы говорите, как мне кажется, составляет то, что в определённый момент своей жизни вы стали жить опираясь на долг, опираясь на то, что я должна, но не на то, что я хочу. То есть, по большому счёту, можно здесь сказать, что вы превратили свою, ну, свою, я бы сказал, свою взрослую жизнь, да, ну, по сути дела вам. То есть, для меня, моя взрослая жизнь сейчас является именно адом. Потому что это для меня потеря, потеря времени. А потеря времени для вас это именно потому, что вы в определённый момент своей жизни перестали чувствовать себя. Когда перестаёшь себя чувствовать, когда перестаёшь замечать то, что происходит, например, вокруг тебя, то в общем и целом начинаются вот такие проблемы и такие трудности, такие сложности, о которых вы говорите. То есть, в определённый момент вы перестали чувствовать, в определённый момент вы перестали откликаться на свои потребности, на свои желания, на свои эмоции. Вот вы перестали на всё это откликаться и появилось ощущение быстро летящего времени. В вашей жизни, по-видимому, слишком много стало одинакового. То есть, слишком много в вашей жизни стало вам чужеродным, чужого, не вашего. То, что, грубо говоря, присутствовать просто-напросто, по вашему мнению, должно. Должно, потому что так живут взрослые люди. Ну, по-вашему, повторюсь, мнению, так. Ба, то есть, по вашей, быть может, такой концепции, если угодно. И отсюда, как мне кажется, и возникают проблемы. И с этими аспектами нужно работать. Вам действительно, скорее всего, не о чем жалеть. И в этом плане вы молодец. В этом плане можно сказать, что вы действительно человек, который, вероятно, проживает свою жизнь так, что потом вам не будет жаль вашего времени. Безусловно, это хорошо. Но все же отклонение и отклонение, которое, вероятно, у вас происходит из-за вышеперечисленных моментов, все это доставляет вам определенный дискомфорт. И я бы сказал, что это не может вас не тревожить. Вполне вероятно, что здесь еще присутствует и, так скажем, чувство долга. В определенный момент времени вы стали замечать, что не оправдываете своих надежд на себя саму. То есть вы в определенный момент замечаете, что то, чего вы сами от себя ждете и хотите, не складывается, не получается. И это тоже может быть вас, это тоже может вас тревожить. Тревожить вас это может довольно сильно. И, как мне кажется, с этим так же необходимо работать, с этим так же необходимо взаимодействовать. И это тоже нужно корректировать, чтобы ваши ожидания от самой себя были, ну, скажем так, адекватными. Чтобы ваши ожидания от самой себя были соответствующие тому, что существует в реальной жизни, тому, какая вы в реальной жизни. А не тому, что вы сами себе придумали. Потому что, ну, придумать можно, в принципе, все что угодно. Да? Придумать можно абсолютно все что угодно. Но если это не соответствует реальности, то вы будете по большому счету сталкиваться только с разочарованием. И сделать с этим вы ничего не сможете. Ну, просто потому что это как бы невозможно. Понимаете, да? Еще один важный, как мне кажется, момент. Заключается в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вы сравниваете себя с своим лучшим другом. Вы сравниваете себя с тем, как сложилась, ну, вот, ваша жизнь, его жизнь и так далее. Это тоже очень интересный момент, потому что, а, простите, с какой стати вам бы это делать? Ну, у всех свой путь. И у вас свой путь. И, как мне кажется, это совершенно нормально. Да? Что еще я бы хотел сказать? Еще я бы хотел сказать, что не замечать то, что происходит в моей жизни. Да? Не замечать то, что вот, ну, как бы, то, что со мной, со мной происходит. Например. И создаёт, как правило, вот это чувство, что время летит очень быстро. То есть, я поправильно внимателен к себе. Я занимаюсь только тем, что избегаю реальности. Я занимаюсь только тем, что бегу от себя и, в общем и целом, как для любого человека, который занимается бегством, время действительно летит очень и очень быстро. К сожалению. Понимаете, да? Поэтому я бы сказал, в этом смысле, что необходимо концентрироваться на данных особенностях. Необходимо стараться увидеть эти аспекты по причине их высокой важности. Важности, понятное дело, в первую очередь, для вас. И во вторую очередь, уже для кого-то другого. Поэтому, да, можно сказать, что ваш, скажем так, текст, это такой, ну, серьёзный, достаточно серьёзный, запрос на психотерапию. Я не знаю, хотите ли вы этого. То есть, я не знаю, хотите ли вы работать над собой. Да? Вот. Но, совершенно точно знаю именно это. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы на основании моего ответа. И сформируете, опять же, на этом основании обратную связь, которая и послужит с началом психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Что?